Мирное небо, крики чаек, свободный бьющийся о берег волны – все так легко и непринужденно. Однако 70 лет назад все выглядело здесь совершенно иначе. Не было ни лебедей, ни чаек, гордо парящих над морской пучиной, лишь взрывы снарядов и крики тех, кто защищал здесь каждый кусочек земли, жертвуя жизнью за нас, живущих. Подвиг новороссийцев вот уже 70 лет вписан в историю нашей Родины. Тогда, в 1943 году, с 3 на 4 февраля, произошла героическая высадка отряда майора Цезаря Куникова на легендарную Малую Землю. Катера с десантниками вышли к Цемесской бухте и вступили в бой с немецкими захватчиками. 225 дней шла оборона крепости. В сентябре началась Новороссийская наступательная операция. Город был освобожден, радости не было предела. Чтобы увековечить подвиг малоземельцев, с 1968 года проводится операция «Без козырка». За годы ее существования участниками этого мероприятия стали более 236 человек, в том числе учащиеся Лобинской школы номер 4. Они вместе со своим преподавателем впервые побывали в Новороссийске, много увидели и готовы поделиться впечатлениями. В Новороссийск мы посетили с ребятами 8 и 10 классов и как раз приняли участие в краевой акции «Без козырка», которая проходит каждый год и посвящена, в этом году была посвящена очередной годовщине, 70-летию высадки десанта в феврале 1943 года под руководством Цезаря Куникова. Она проходит каждый год и вот мы тоже с ребятами в этом году приняли участие в этой краевой акции. И впервые, да, вот наша школа впервые приняла участие в этой акции. Мы посетили также и мемориальный комплекс вот на Малой Земле, также музей под открытым небом, музей боевой техники, а также корабль Михаил Кутузов побывали на экскурсии. И, конечно же, это тоже связано с историей Великой Отечественной войны, с историей Малой Земли и также с историей развития военно-морского флота нашей страны, Советского Союза, России. И, конечно же, для патриотического воспитания подрастающего поколения это играет очень большую роль. Малая Земля и сама по себе прекрасный памятник. Она помнит своих отважных героев. Каждый кусочек этой земли словно говорит о тех событиях, которые развернулись здесь несколько десятилетий назад. Но есть на ней и памятники, воздвигнутые советскими людьми, в память о тех, кто погиб смертью храбрых. Это и 9-метровый железобетонный памятник Стелла. Он гордо возвышается на месте высадки десанта майора Куникова. Памятник – ансамбль «Малая Земля», где проводятся операции без козырка. Мемориальный комплекс «Долина смерти» и многое другое. Здесь до сих пор можно увидеть сохранившиеся, но заросшие травой окопы, воронки от снарядов и авиабомб. Танки, остатки снарядов, истребителей – все это можно увидеть своими глазами и окунуться в те далекие времена. Мы видели памятник, как нос корабля в виде носа корабля, в котором наш русский десант десантировался на «Малую Землю». Мне понравилось «Новороссийский», так как я там был первый раз, и меня удивило то, что я увидел там крейсер, высадка десанта, реконструкция войск, на крейсере нам экскурсию проводили внутри крейсера и по палубе. Эта поездка дала шанс побыть участниками военных событий. Мы видели все, как было именно в те времена. Мы гуляли по набережной, это очень было хорошо, очень красивый город, очень красивое море. Мы видели замечательные горы, мы ходили, смотрели всякие музеи, мы смотрели, какие были прекрасные корабли. Мы как бы даже попали на экскурсию по военному кораблю. Там были, ну как бы, огромные оружия, ну как бы, пушки вообще. Нам рассказывали то, что они стреляют там 750 выстрелов в минуту. Для детей, приехавших на Малую Землю, памятники истории стали настоящим открытием. Но на этом их интерес не был исчерпан. Желая узнать как можно больше о тех, кто в нужный и важный момент для Родины бросается на ее защиту, ребята решили посетить и воинскую часть в Армавире. Учащиеся 6-х и 10-х классов 4-й Лайбинской школы отправились в гости к спецназовцам. Не забыли и про гостинцы, которые сами собирали к 23 февраля. Конечно, нам очень интересно увидеть, как живут спецназовцы, как они умеют нас защищать. Я надеюсь, что нам покажут свои навыки они. Ну и главное, ради чего мы сегодня сюда собрались, это, конечно же, узнать побольше о нашем земляке Сергея Богданченко, который погиб при исполнении, который является героем России. Мы мало, к сожалению, всегда мало знаем о таких заслуженных людях, о героях. И сегодня намерены свои знания расширить, познакомиться поближе. Здесь вот, нам сказали, есть комната, в которой пребывал Сергей Богданченко. Осталось все там нетронутым с того времени. В части дети не только познакомились с бытом войск специального значения, а также посмотрели документальный фильм о стойкости, мужестве и несгибаемой воле. Сегодня нам показали музей боевой славы. Фильм показали, мы узнали, как попадает в спецназ. Мы узнали, что это очень сложно и болезненно. В музее мы узнали достижения их, заслуги, погибли. Нам очень понравилось. Мне, как человеку, выбирающему военную профессию, очень пригодилась информация, которую нам рассказывали. Посмотрели фильм о том, как спецназцы получают крабовый берет. Нас поводили по разным зданиям, объектам. Рассказали о том, как живут контрактники, о том, чем они питаются, что они делают. Нам показали фильм о том, как заслужить крабовый берет. Тебя вообще поразило, насколько это трудно и легко? Я раньше уже знал, как его получить, но сейчас я это увидел намного ярче, и это оказалось очень трудно. Почти очень тяжело его заполучить, крабовый берет, потому что очень тяжелый отбор, и не все способны к этому. Стоит отметить, что мероприятие по получению крабового берета проходит дважды в год. В нем участвуют лишь самые достойные, и только те, кто доказал свою стойкость и волю к победе, доходят до конца. Карина Агонян, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА.